Библейский портал экзегет.ру представляет 64-й Псалом, читаю перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет. Я уже говорил, что здесь у нас с вами вторая часть Псалтири. Псалтирь делится на пять таких отдельных книг, они связаны, но они немножко разные. И вот как раз 60-е Псалмы, у них немножко другой настрой, чем у 50-х или 40-х. Вот здесь от просьб о помощи псалмопевец постепенно переходит к восхвалению Бога, но прежде восхваление к удивлению. Вот удивление Богом. Слушайте, ну чему там удивляться? Мы уже прочитали, сколько, 63 Псалма до сих пор, и столько про него знаем. Я уже не говорю о том, что это наверняка не первая книга Библии, которую любой человек берет в руки. И о Боге мы все прекрасно знаем. А вот здесь звучит какое-то потрясающее удивление тем, какой он все-таки живой и настоящий. Вот так бывает, что с каким-то человеком, особенно с близким, выстраиваешь отношения, вроде знаешь его анкетные данные, подробности биографии, а потом вдруг раз, и удивляешься, какой он невероятно прекрасный этот человек. А с Богом-то тем более, потому что у него анкетных данных нет, у него какая-то другая совершенно жизнь, которую мы просто не понимаем. И вот здесь, в этом Псалме, очень хорошо это звучит. У него под заголовок начальнику хора «Псалом Давида песни». Ну, это жанр, да, что такое «Псалом Давида» мы толком не знаем, уже не раз я говорил. Но звучит он следующим образом. «Тебе, Боже, подобает хвала на сегодня. Пред Тобой да будут исполнены обеты. Ты слышишь мольбу. Всякий смертный к Тебе да придет. Оделели меня грехи, но Ты прощаешь преступления наши. Блажен тот, кого Ты избрал, к себе приблизил. В дворах храма Твоего поселил. Дай насытиться нам благами дома Твоего, Твоего святого храма. Ты грозен и справедлив. Ответь, о Бог, спасающий нас. Ты надежда всех пределов земли и дальних заморских стран. Силой Своей Ты горы воздвиг, Тебя опоясала мощь. Шум морей Ты укоротил, рокот волны, ропот племен. От Твоих знамений трепещут на краю земли. Ты заставляешь прославлять Себя и Запад, и Восток. Ты заботишься о земле, утоляешь жажду, Ее изобилие ей даешь. Полноводен Божий поток. Ты растишь урожай, подготавляешь землю, Орожаешь борозды, ровняешь бугры, Размягчаешь дождем, благословляешь ростки. Ты венчаешь год щедротами Твоими. Где проедешь Ты, там земля полна изобилия, В пустыне полны влаги. Холмы опоясаны радостью, и стадами одели слуга. Долины покрылись хлебами, и ликуют они, и поют. Какой он разный. И смотрите, у нас есть в Псалтире довольно такая тема второстепенная, надо сказать, но она есть тема греховности человека. Потому что потом, скажем, в христианском молитвословии становится на первый план. И здесь это сказано сразу. «Одолели меня грехи». «Но ты, но ты каков». Вот человек иногда настолько сосредоточен на своей греховности, что он, собственно, глаз от нее не поднимает, и вот рассказывает Богу все время о том, какой он плохой. Как будто Бог этого не знает. А вот здесь удивительное совершенно покаяние. Да, я назову это покаянием. Человек говорит, «Одолели меня грехи». Но каков ты? Ты прощаешь преступления наши. Ты слышишь мольбу. Всякий смертный к тебе да придет. И дальше он отрывается вот от этой своей мелкой какой-то грязи и смотрит на удивительного Бога и любуется им. И для него как раз вот возврат к грехам, наверное, невозможен и крайне неприятен, просто потому что как же, когда есть такое, возвращаться вот в эту грязь. И смотрите, какой он разный. Ты грозен и справедлив, ответь. И одновременно ты заботлив. Ты надежда всех пределов земли и дальних заморских стран. Шум морей ты укоротил, рокот волны, ропот племен. И одновременно где проедешь ты, там земля полна изобилия, пастбища в пустыне полны влаги. То есть вот два начала, которые постоянно описываются, которые постоянно воспеваются в псалтире, это справедливость и милосердие Божие. Справедливость прежде всего по отношению к врагам, по отношению, как здесь, рокот волны, ропот племен. Тоже хорошее сравнение, что такое рокот волн. Море бушует. Ну что такое эти морские волны, хотя они очень сильные, они топят корабли в бурю, но это же вот что-то такое, что быстро проходит. Что такое вот этот ропот племен, вот эти все международные конфликты, восстания, войны. Да то же самое, да. Оно очень грозное, страшное, но оно проходит. А с другой стороны, вот с какой-то уритной заботой. Холмы опоясаны радостью, стадами оделись в лугах, долины покрылись хлебами, и ликуют они, и поют. Вот прямо как в ладонях Господь этот мир наполняет урожаем, заботой, стада и хлеб, который растет. Вот ты растишь урожай, подготавляешь землю, рожаешь борозды, ровняешь бугры. Слушайте, это что, работа Бога, что ли? Пахать землю, ровнять бугры, да? Это какого-нибудь гастарбайтера нанять с лопатой, пусть он там все заровняет, быстренько раскидает. Вот в больших городах мы это постоянно все видим. Но для него нет мелочей. Вот одновременно Господь, который побеждает море, усмиряет море. Потом, кстати, в Новом Завете, почему в частности буря на Галилейском море, на самом деле на Большом озере, она была усмирена Иисусом, и это было каким-то вот видимым знаком его власти над этим миром. Да потому что Бог, который смиряет море, который укращает бурю, это есть уже в Ветхом Завете и не в одном месте. Это, собственно говоря, вот об этом. И одновременно вот с этим каким-то могучим и космического масштаба действиям, ну, для человека космического, вдруг вот такая забота о каждой мелочи, ничего маленького для Бога нет. И вот это ощущение уюта, да, вот начинается с ощущения грандиозности Бога, его великолепия и заканчивается каким-то домашним уютом. Сельская идиллия, то, что всегда во всех культурах было, ну, таким признаком домашнего покоя. Да, вот Аркадия, например, страна блаженных пастухов в греческой поэзии постоянно упоминается, где они выходят там со своими стадами, где там прекрасные юноши, прекрасных дев встречают пасущих, козочек и овечек, и они там поют под сенью дерево, и все прекрасно. Вот это тоже о Боге, да, вот оказывается, Он везде, оказывается, Он все. Как Он удивителен и прекрасен. А вывод отсюда 65-й Псалом даст. Субтитры сделал DimaTorzok